Вчера по подозрению в поджоге, результатом которого стал большой пожар и напугавший полгорода взрыв баллонов в садовом товарищстве учитель на выезде из Екатеринбурга на московский тракт, у полиции, возбудившей уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, появился и допросился первый кандидат в подозреваемое. Напомним, сгорели накануне два соседних дома, принадлежащих бывшим супругам Кольцовым. Владимир Кольцов отставной полковник полиции, а Елена Кольцова экоактивистка. И оба сейчас живут на своих участках на пожарищах в палатках. Портал Е1 приводит такие слова ветерана МВД. «Вчера мне сообщили о задержании одного из подозреваемых по этому делу. Он не основной, но и он тоже под подозрением. Много говорил. По моей информации, ранее этого человека привлекали за экстремизм в Ханты-Мансийске». Конец цитаты. Портал 66.ру сообщает, что на полиграфе проверяли показания 40-летнего сотрудника, а по другой версии студента Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина. Оказывается, еще 22 июля на него написала заявление Елена Кольцова за то, что он, дескать, угрожал ей, вплоть до изнасилования, убийства и пускания на корм рыбам. А конфликт с инженером или студентом лесотеха на почве леса же и образовался. Вот что женщина рассказала порталу Е1. «Я поддерживаю проект «Кедры России». Однажды мне во Вконтакте написал мужчина, который тоже высказал желание стать координатором. Но потом он сам рассказал мне, что выкапывает в Екатеринбурге краснокнижные растения и подрост. «По закону подрост должен быть сохранен, его нельзя продавать в соседние регионы для озеленения». Конец цитаты. В общем, Елена обвинила кандидата в координаторы в некомпетентности, а он люто обиделся. Мол, как это кто-то смеет получать в лесном деле его сотрудника или студента лесотехнического университета? Ну и посылал угрозы и оскорбления, которые стали причиной обращения экоактивистки в полицию. А вот заявлений от полиции по поводу этого всего официально еще не было никаких. КОНЕЦ